Меня зовут Рик Реннер, и я стою у московского Кремля. Его стены поистине грандиозны. Их протяженность составляет более двух километров. Высота почти 19 метров. Кремлевские стены соединяют между собой 20 башен. Толщина этих стен достигает 6,5 метров. Зачем? Зачем нужно было возводить настолько монументальную стену? Чтобы не пустить внутрь вражеские силы. Внутри этих стен сокрыто нечто дорогое. То, что представляет ценность. Мы должны защищать то, что ценим в своей жизни. Порой для этого надо строить преграды, стены, нужны границы. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы вражеские силы остались снаружи. Помните, все происходящее в жизни представляет огромную ценность. И вы не хотите, чтобы дьявол разрушал. Вот почему необходимо быть бдительным и возводить укрепления, которые не позволят дьяволу и силам зла проникнуть в вашу жизнь. Именно об этом мы и будем говорить сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад быть сегодня с вами, потому что хочу поделиться тем, что изменит вашу жизнь. Как я сказал, во вступительной части, стоя у кремлевских стен, жизнь человека наполнена бесценными вещами. Ваша семья бесценна, вы бесценны. Дьявол стремится уничтожить все, что представляет ценность. Об этом мы говорили с вами в нашей прошлой программе, когда изучали Евангелие от Иоанна 10.10, где Иисус говорит, что вор приходит украсть, убить и погубить. Слова «вор и украсть» имеют в своей основе одно греческое слово «клепто», от которого произошел термин «клептомания». В этом стихе Иисус предлагает нам потрясающее откровение о природе дьявола, в которой есть такая порочная черта. Он не в состоянии удержать себя от воровства. Он клептоман. Такова его природа. Отбирать и обкрадывать. Его особое желание украсть все, что имеет ценность в вашей жизни. Он разбойник. Он хитроумный жулик. Он вор-карманник. Он желает отнять все, что ценно для вас, и присвоит себе. Поэтому вы должны быть благоразумным. Возводить своего рода баррикаду, ограждение, чтобы останавливать его. Библия дает нам очень мудрый совет, следуя которому мы защитим свою жизнь от проникновения дьявола. Об этом я буду говорить на протяжении всей серии программ. Я дам вам ряд практических советов, которые позволят вам не пустить свою жизнь дьявола. Напоминаю о выходе новой серии учений, которая называется «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Она состоит из десяти частей, основанных на этой программе. К ней прилагается замечательное пособие, оно очень полезно. В нем содержатся тезисы и определение всех греческих слов, которые я разбираю в наших программах. Это пособие можно читать самостоятельно или пользоваться им в группе. Это прекрасная серия учений из десяти частей. Бог снарядил вас духовным оружием для победы над врагом. Чудесно. В этом материале изучается природа нашего врага и суть духовного всеоружия. Это учение насыщено откровением о духовной брани. Есть множество не очень здравых учений о духовной войне, и они вам не нужны. Вам нужно знать, что Библия говорит о дьяволе, что Библия говорит о духовном сражении. Обо всем этом говорится в моем цикле аудиопроповеди «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Позвольте прочитать вам некоторые из затронутых здесь тем, «Как облечься во всеоружие Божье». Что такое всеоружие Божье? Это очень важно. Хорошо знать о всеоружии, но как надеть его на себя? Как понять врага? Уловки и обманные маневры дьявола? Отрубить голову великану? Именно это вы хотите сделать, правда? Трудные факты о духовной брани. Как действует дьявол? Библия подробно рассказывает о том, как действует дьявол. Есть также тема сражения с начальствами и властями. Кто такие начальства и власти? Кто входит в низшие чины дьявольской армии? Также есть такие темы, как «Кто такой дьявол?» И, наконец, «Главный секрет победы в духовном сражении». Скачайте этот материал бесплатно на сайте ignc.org. Вы получите и узнаете много полезного из этого учения. Все это множество тем изменит вашу жизнь. Сегодня мы обратимся к первому посланию Петра 5.8. Это стих, который является основанием для всей серии передач. Петр, престарелый, закаленный жизнью лидер церкви, обращается к своим читателям и слушателям, предлагая им добрый взвешенный совет. В первом Петра 5.8 он говорит «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Сделаем краткий обзор первых двух слов. «Трезвитесь и бодрствуйте». Мы уже рассмотрели глагол «трезвиться», по-гречески «нифо», означающий быть серьезным, иметь серьезный настрой, мыслить ясно, а не как неразумный пьяница. Когда человек пьян, он теряет бдительность, и делает, и говорит то, что обычно он не сделал бы или не сказал бы. Он также допускает то, чего обычно не допускает. В состоянии опьянения он утрачивает бдительность и становится глупым. Петр употребляет слово «нифо», говоря «соберитесь с мыслями, не будьте подобны неразумному пьяному человеку, не теряйте бдительность». Затем он сообщает «бодрствуйте, потому что противник дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Слово «бодрствовать» по-гречески «Григорио». Ранее мы рассмотрели различные случаи, в которых это слово встречается в Новом Завете, чтобы установить, какое значение оно имеет, а именно, оно означает быть на стороже, быть бдительным, построить преграду, обозначить границу, которую враждебные силы не смогут переступить. Григорио, в частности, это слово «Григорио», переведенное как «бодрствовать», прежде всего использовалось только в тех случаях, когда враждебные силы пытались попасть туда, где им быть не положено, когда враг стремился вторгнуться во внутренние дела. При этом тот внешний враг был исполнен злобных намерений и мог нанести такой сильный урон, что необходимо было предпринять всевозможные меры защиты, чтобы не допустить его проникновения внутрь укрепления. Благая весть заключается в том, что Божье Слово не только предписывает нам что-то, но также объясняет, как это сделать. В течение этой недели мы изучим, как возводить защитные стены. Что хочет дьявол сделать, проникнув в наш стан? Петр говорит, он желает поглотить. Слово «поглотить» не означает есть мясо. Его буквальное значение — выпивать соки. Читая 1 Петра 5,8, мы представляем себе льва, стоящего над трупом животного и поедающего мясо своей жертвой. Ведь этот стих говорит «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий леп, ища кого поглотить». Это похоже на описание льва, который склонился над жертвой и поедает мясо с костей. Но слово «поглощать» по-гречески «пино» не означает есть, а означает выпивать. Петр употребил это слово, чтобы дать яркое описание того, что дьявол желает сделать, проникнув в нашу жизнь. Да, найдя способ пробраться внутрь, он примется мучить нас, издеваться над нами, всячески нас унижая. Но он стремится не просто навредить нам. Использованный Петром греческий глагол «пино» означает выпить, высосать. Враг желает целиком поглотить вашу жизнь, чтобы от вас ничего не осталось, кроме жалкого, мокрого места. И потом он хочет склониться над жертвой и высосать все, что от вас осталось. Дьявол хочет полностью загубить ваше здоровье. Он жаждет уничтожить ваш брак. Он стремится ликвидировать ваших детей. Забрать все ваши деньги. Он хочет лишить вас надежды. Вот чего он ищет. Вот чего он добивается. Если вы не воспротивитесь и позволите ему проникнуть в вашу жизнь. Хочу напомнить вам слова апостола Павла в послании к Ефесянам 4.27. Он написал, «Не давайте место дьяволу». Мы не боимся дьявола. Я его не боюсь. У вас нет причин его бояться. Но если вы не знаете о нем, вы глупы. Он реальный враг. Вы должны знать о его существовании. И если вы дадите ему место, то вы поступите очень глупо. Что имеется в виду в Совете «не давать место»? Уже рассмотренное нами слово «место» по-гречески «topas» описывает конкретное место на карте, которое является точкой входа или доступа. Павел советует нам, «Не оставляйте открытых входов для проникновения врага в вашу жизнь. Не оставляйте ему лазеек. Не оставляйте открытых точек входа для противника. Не давайте место дьяволу. Не пускайте его внутрь. Закройте все двери. Заделайте все щели и трещины. Примите все меры защиты со своей стороны, чтобы не позволить врагу проникнуть внутрь». Я уже рассказывал вам об одном весьма странном случае, произошедшем в нашем доме. Я кратко напомню его вам, и потом расскажу другую историю. Как я говорил ранее, Денис всегда закрывает двери нашего дома на замок. Я даже подшучивал над ней по этому поводу, она никогда не оставляла двери открытыми. К тому же двери запирались на несколько замков. У нас две входные двери. Одна ведет в дом, другая на крыльцо. Денис постоянно запирало обе. И всякий раз, когда я выпускал собаку на улицу, мне приходилось отпирать замки. Я нередко отпускал шутки по этому поводу. Я говорил, «Дорогая, ну в чем проблема?» Почему ты закрываешь все двери на замок? Однажды, когда я смотрел телевизор, Денис громко закричал из прихожей, «Скорее иди сюда!» Я вскочил, бросился к ней, потому что обычно моя жена так не кричит. Когда я подошел к входной двери, и она сказала буквально следующее, «Посмотри в глазок запертой двери». Не забывайте. Я прежде нередко подшучивал над ней. Она все время запирала замки, и поэтому она мне напомнила, что дверь она закрыла на замок. И она говорит, «Посмотри в глазок». Посмотрев в глазок, я с удивлением увидел прямо за нашей дверью обнаженную женщину. Не знаю, случалось ли вам обнаруживать на своем пороге обнаженную женщину, но должен сказать, «Это вызывает оцепенение». Мы с Денис попросту решились дар речи. У дверей нашего дома стояла голая обнаженная женщина, причем она не просто стояла. Она колотила кулаками в дверь, требуя впустить ее. Она хотела попасть в наш дом, требуя, чтобы мы открыли ей. Кем была эта голая женщина? Кто она? Мы живем в пригороде Москвы. За нашим домом есть большое поле, зеленая зона, где нельзя ничего строить. За этим полем находится лес. Из него-то и вышла эта женщина. Она была наркоманкой, она была под кайфом. Она вышла из леса, пересекла поле, вошла в открытую калитку нашего участка, поднялась на крыльцо и принялась колотить в дверь, требуя впустить ее в наш дом. Это был настоящий, возмутительный случай. Она кричала, вопила, стучала в дверь, обнаженная. Мы позвонили, вызвали помощь, ни Денис, ни я не осмелились открыть дверь. Пришел один из наших сотрудников с одеялом, укрыл им женщину, помог ей спуститься с крыльца, а она все пыталась вернуться к нашей двери. В конце концов, ее за руку вывели, а мы смотрели в окно, как ее выводят через калитку, но на этом все не закончилось. Женщина дождалась, когда наш сотрудник уйдет. Она хотела снова пробраться, поэтому нашему сотруднику пришлось ждать, чтобы она не смогла вернуться. И потом она окончательно ушла через поле и исчезла в лесу. Когда все закончилось, и та женщина скрылась в лесу, Денис посмотрела на меня таким взглядом, на который способна только моя жена, и сказала, «Ну что же, Рик, как, по-твоему, следует запирать входные двери?» Она начала смеяться, и я тоже. Ведь раньше я потрунивал над ее привычкой закрываться на все замки. Теперь я был рад, что дверь была заперта. А если бы дверь была открыта, что бы случилось, если бы пока я смотрел новости, в комнату вошла обнаженная женщина, то еще под кайфом. Это была бы совсем другая история. Выпроводить наркоманку из дома было бы намного сложнее, чем просто не впустить ее в дом. Именно для этого нужно запирать все двери. Вот как действуют преграды. И когда Петр велит нам бодрствовать, что он имеет в виду? Он говорит, что лучше не впускать дьявола, чем пытаться одолеть его, когда он уже проник внутрь. Теперь я расскажу вам о втором случае. Очень много лет назад дьяволу удалось проникнуть к нам. Это было чудесное время, когда наше служение на постсоветском пространстве только начиналось. У нас работала молодежь, чьи родители и другие родственники были когда-то брошены в тюрьму за веру. Теперь они трудились в служении, мы отвечали на письма, служили людям через телевидение. Мы видели, как сбываются мечты наших сотрудников и наши мечты. Каждое утро мы собирались на молитву. Среди нас царил дух единства. Однажды мне позвонил охранник нашего офиса и сказал, «Рик, скорее приезжайте». Я прыгнул в машину и помчался в офис. Охранник сказал мне, «Пожалуйста, зайдите в кабинеты, чтобы увидеть, что произошло». Следует отметить, что вплоть до того момента мы вручную отвечали на все письма. Это происходило в начале 90-х, и компьютеров в Латвии, где мы тогда жили, не было. Мы не пользовались компьютерами и на все письма отвечали вручную. Около 800 тысяч писем. Наконец, у нас появились компьютеры, и мы очень радовались. Компьютеров было немного, но мы ими гордились. В то время компьютеры были большой редкостью, и люди из других организаций приходили в наш офис, чтобы посмотреть, как выглядят компьютеры. Поэтому мы стали достаточно известными. И охранник сказал мне, «Зайдите в кабинеты, посмотрите на компьютеры». Я прошел внутрь и увидел, что ночью кто-то пробрался сюда и разбил молотком экраны всех мониторов. Это были совершенно новые компьютеры, которыми мы так гордились. Но это было еще не все. Злоумышленник принес с собой большие рельсовые гвозди, костыли, которыми он прибил к столам все компьютерные клавиатуры. Каждому из этих гвоздей был прикреплен листок бумаги с угрозами расправы в адрес того, кто работал за этим компьютером. В записках говорилось, «Если ты продолжишь работать в этом служении за этим столом, ты будешь убит таким же образом». Пока я читал эти угрозы, на работу начали приходить люди, начинался рабочий день. И когда они увидели угрозы расправы и нанесенный ущерб, дух страха воцарился в нашем офисе. А когда мы собирались на молитву, люди, вместо того, чтобы ощущать дух единства, с подозрением косились друг на друга, размышляя, «Кто бы мог такое сделать?» Было очевидно, что это делал кто-то из своих, потому что только сотрудники могли проникнуть в офисное помещение в ночь преступления. Среди персонала начал действовать дух подозрения. А мне так хотелось, чтобы все это скорее закончилось. Но у этой истории было продолжение. На протяжении многих месяцев после той ночи мы продолжали получать угрозы. Мы открыли школу для детей-сотрудников. У нас работало много американцев. Их детям нужно было проходить обучение на английском языке, поэтому мы открыли свою школу. И однажды дети, заглянув в свои коробки для обедов, обнаружили там записки. И там было написано, «Мы убьем твоих родителей». Дети были очень напуганы. Угрозы продолжались даже в церкви. Мы только открыли церковь в Риге. На служениях прямо во время поклонения однажды люди начали кричать от испуга. Они обнаружили на своих местах записки с угрозами расправы. И там говорилось, «Если ты будешь ходить в эту церковь, мы тебя убьем». Так продолжалось почти 10 месяцев. Все пытались понять, кто за этим стоит. Мы понимали, что злоумышленник скрывается среди нас. Это был кто-то из нас, кто-то, кто приходил на молитву каждое утро, молился во имя Иисуса. И страдал серьезным психическим расстройством. Кто это был, мы не знали. И я решил обратиться за помощью. Вы спросите, «Что же вы сделали, брат Рик?» Я обратился за помощью в спецслужбы, потому что они были у меня в долгу. Когда мы только начинали наше служение, экономика республики находилась в упадке. Денег не было. И руководитель местного отделения спецслужб пришел ко мне и попросил помочь им приобрести новую форму. Он пришел и сказал, «Денег у нас нет, форма устарела, помогите нам приобрести новую форму для сотрудников». И я почувствовал, что Господь сказал, «Помоги». И мы с Денисом от имени служения оплатили этот счет и помогли им. И всякий раз, видя их на улице, мы знали, что на них форма, купленная нами. И у нас с ними были хорошие отношения благодаря этому. Итак, я позвонил им и объяснил, что произошло, и сказал, «У нас проблема, я не могу ее сам решить». «Кто-то из наших сотрудников пытается причинить нам вред. Мне нужна помощь. Нужно узнать, кто это. Надо вывезти этого человека на чистую воду». Меня попросили собрать все записки с угрозами. Меня спросили, «Вы сохранили?» Я сказал, «Сохранили». У нас накопилась внушительная стопка записок с угрозами. И они сказали, «Отправьте все эти записки в наш главный отдел». Мы проанализируем почерк и предпримем необходимые шаги. Я сказал, «Хорошо». Итак, специалисты провели экспертизу, всех этих записок с угрозами. И потом, мне позвонили из управления и сказали, «Соберите всех своих сотрудников на совещание, и мы приедем к вам и сделаем все необходимое, чтобы решить вашу проблему». И я объявил всем нашим сотрудникам о том, что будет особое совещание, и к нам придут особые гости. Но я не сказал, кто придет. Для них это должно было стать сюрпризом. Все сотрудники, около 50 человек, собрались, сели за столы. Я открыл дверь и впустил двух офицеров. На них была форма, которую мы в свое время купили. И они мне сказали, «Дальше действовать будем мы». Мы прошли с ними в комнату, где все собрались, и когда наши сотрудники увидели людей в форме, офицеров они оцепенели. Они были очень удивлены, но нам нужна была помощь. Мне просто нужна была помощь. Рослый офицер, войдя в помещение, раздал всем по листу бумаги. Потом он выдал каждому по карандашу, а мы с Денисом сидели и смотрели. Офицер сказал, «Я продиктую текст. Сейчас вы будете писать диктант». И он начал диктовать текст из записок с угрозами. А мы с Денисом наблюдали за всем, что происходит. И наши сотрудники начали писать. А мы думали, «Что происходит? Раньше у нас был один злодей, а теперь каждый из наших сотрудников пишет угрозы». Потом офицер сказал, «Переверните листок, возьмите ручку в другую руку и снова пишите диктант». Вдруг кто-то попытался изменить почерк. Нужно было знать. И он снова принялся диктовать текст. Он начал проговаривать угрозы, а они записывали. Все сотрудники записывали. Офицер собрал все листки и сказал мне, «Я позвоню вам через пару дней. Мы проведем сравнительный анализ образцов почерка, и я сообщу вам, кто писал эти записки с угрозами». Спустя несколько дней он позвонил и сообщил имя злодея. Он был найден. Они выяснили, кто это был. Почему я рассказал вам эту историю? Порой дьявол настолько глубоко внедряется в вашу жизнь, что вам нужна сторонняя помощь, чтобы и знать его. Да, у нас есть Слово Божье, Сила Святого Духа, Имя Иисуса, Кровь Иисуса, и мы знаем, что у нас все это есть. Но иногда нам нужно смириться, особенно когда дьявол укореняется внутри, и попросить кого-нибудь, «Пожалуйста, помогите мне». И тогда этот человек или группа людей, ваш пастор или друг, смогут взять вас за руку и сказать, «Позволь вывести тебя из этого сражения, а потом мы поможем тебе построить стену, чтобы ничего подобного снова не произошло в твоей жизни». Мы с Денисом не допустили вторжения той голой женщины в наш дом, потому что двери были заперты на замок. Но в другом случае дьяволу удалось проникнуть в наши ряды. Мы до сих пор не знаем, как это произошло, но дьявол успешно вторгся к нам через одного из наших сотрудников. Он внедрился в нашу среду, и нам потребовалась сторонняя помощь, чтобы изгнать вражескую силу. Смиритесь, просите помощи. Библия говорит в послании Ефесянам 6, 11, «Облекитесь во всеоружие Божье». Я посвятил некоторое время изучению того, как применять духовное оружие для победы, и получил откровение о всеоружии. Послушайте этот стих полностью. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Фраза «чтобы вам можно было» в греческом звучит так, «чтобы у вас была сила». Слово сочетание «стать против», греческое слово «антистейна» означает «воспротивиться» или «оттолкнуть». Это значит, что при помощи духовного оружия, которое Бог дал, вы можете вытолкать дьявола за границы вашей территории. Вы можете его изгнать. Речь идет не только о сдерживании, но о полном изгнании противника. Вы можете избавиться от него, даже если он уже закрепился в вашей жизни, на вашей территории. Возможно, вам потребуется помощь. Иакова 4,7 «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Послушайте, что означает слово «покориться». Греческое слово «хупотасо». Оно описывает того, кто подчинился какой-то власти, кто готов покориться власти в любом контексте. Оно также означает «укрыться за чьей-либо спиной», подчиняясь и признавая свою потребность в защите. Если дьявол уже закрепился на вашей территории, вероятно, вам нужно укрываться за спиной того, кто может помочь решить проблему. Вам нужен тот, с кем вы будете молиться, кто встанет на вашу защиту. И если вы не знаете никого, кто мог бы помолиться с вами, обратитесь к нам. Мы готовы молиться с вами. Мы желаем выгнать дьявола за пределы территории вашей жизни, чтобы он не смог забрать то, что дорого вам. В следующем выпуске я дам вам практические советы, как построить оборонительную стену, чтобы дьявол не смог проникнуть внутрь. Я скоро вернусь к вам. Вы чувствуете, что находитесь под атакой в ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу жизнь, и вы сможете одержать победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение. Меня зовут Джол Реннер, и я хочу выразить благодарность всем нашим дорогим партнерам. Ваша поддержка помогает нам заботиться о людях, от которых общество отвернулось. Оказание помощи больным, прикованным к постели, бездомным, сиротам, инвалидам, детям, живущим на улице и заключенным — это одно из основных направлений нашего служения. Прежде всего, мы говорим им о том, что Иисус любит их, и дарим им Евангелие. А еще мы обеспечиваем их основные потребности, и они видят, что Бог на самом деле заботится о них. И все это не было бы возможным без вашей поддержки. Друзья, еще так много людей нуждаются в вашей помощи. Мы предлагаем вам стать нашим партнером уже сегодня. Ваши даяния могут изменить жизни людей. Нам необходима ваша поддержка. Когда вы жертвуете, это дает нам возможность нести Евангелие не только нашему ближайшему окружению, но даже до краев земли. Каждый из нас вносит свой вклад в эту работу, и прямо сейчас вы можете стать нашим партнером и поддержать наше служение финансово. Ведь помогая нам, вы помогаете другим. Сегодня мы говорили с вами о том, как выдворять дьявола за границей своей территории. И как я сказал, лучше не впускать его внутрь. Но если он все-таки пробрался, вы можете его выгнать. Иакова 4,7 Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Первая часть этого стиха говорит о том, что мы должны покориться Богу. Слово «покориться» по-гречески «хупо-тасу» описывает того, кто подчиняется какой-то власти, кто готов покориться власти в любом контексте. Оно также означает укрыться за чьей-либо спиной, подчиняясь и признавая свою потребность в защите. Иногда, когда мы подвергаемся атаке, нам нужно укрыться за спиной того, кто будет за нас молиться, кто придет на помощь. Оказавшись на поле сражения, порой сложно увидеть выход. Поэтому вам нужен тот, кто возьмет вас за руку, поможет выбраться из этой неразберихи, или поможет выгнать дьявола за пределы вашей территории. Если вам нужен тот, кто будет молиться с вами, обратитесь к нам. Мы будем молиться с вами. Мы встанем с вами плечом к плечу, и будем верить в ваше полное освобождение. Я предлагаю цикл аудиопроповедей «Как не допустить дьявола в свою жизнь». В ней содержится материал из этой программы, и к нему прилагается замечательное пособие. Оно поможет вам узнать, что такое духовное оружие для победы над врагом, и как разоблачить планы дьявола. Хочу помолиться. Отец, во имя Иисуса, благодарю тебя за людей, которых ты приводишь в нашу жизнь, людей, которые помогают нам выйти из-под вражеского огня. С помощью Божьего Слова, Духа Святого, Мудрого Совета, мы можем построить стену, чтобы навсегда выдворить дьявола из своей жизни. Я провозглашаю это в вашу жизнь. Во имя Иисуса. Спасибо, что были со мной. Помните, Иклесиаста 8.4, где слово «царя», там «власть». Пусть сила Божьего Слова высвобождается в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова